По подозрению в совершении кражи чужого имущества в Алламалинском районе Алматы задержаны трое молодых людей. Данное преступление имело место в три часа ночи в одном из увеселительных заведений. От рук любителей лёгкой наживы, как стало известно, пострадали три танцовщицы этого клуба. Который под глазки выбежал в когти Габала. Мне нельзя шесть покидать. Я её послала. Беги, в примерку, посмотри телефоны. У нас же лапши-то три телефона нет. Всё. Подозрения пали на компанию молодых людей, что коротали ночь в этом заведении. Секьюрити вычислили их и подключили к разбирательству полицейских. Вы кому передали телефон? Я никому не передал. Вот телефон, вот портмонет. Между тем, один из телефонов, предположительно похищенных с гримерной комнаты, был обнаружен в штанах одного из задержанных. Все вещественные доказательства были изъяты полицейскими в процессуальном порядке и приобщены к материалам доследственной проверки. В перспективе – возбуждение уголовного дела по факту кражи чужого имущества. Это дорожно-транспортное происшествие произошло в четвёртом часу ночи на улице Сайна, севернее Шаляпина. По предварительным данным, аварии предшествовал человеческий фактор. Как утверждает водитель этого Ниссана, следуя по Сайна на юг, он внезапно уснул, вследствие чего потерял управление над своим автомобилем. В результате ДТП иномарка совершила наезд на опору осветительного столба. 49-летняя пассажирка этого транспортного средства получила телесные повреждения. Для медицинского обследования она была доставлена бригадой медиков в 12-ю центральную городскую клиническую больницу. Полиция Алматы по подозрению в совершении серии краж чужого имущества задержала 63-летнего жителя Южно-Казахстанской области, который промышлял хищениями денег из офисов разных ферм. Причём мужчина мог орудовать и в дневное время суток. Так, жертвой злоумышленника стала администрация одного из центров развития ребёнка, расположенной по улице Жильтухсан. Путём подбора ключа к замку входной двери мужчина проник в служебное помещение и похитил оттуда 33,5 тысячи тенге. А как вы знали, что там находятся деньги, деньги и средства? Я открыл дверь. Мы просто открыли дверь, зашли? Да. А в это время там никого не было? Никого не было. А спустя несколько дней фигурант наведался в кабинет бухгалтерии одной из спортивных организаций. Здесь ему повезло намного больше. Воспользовавшись свободным доступом, он обворовал бухгалтеров, похитив в общей сложности 640 тысяч тенге. Зашёл, деньги украсть. Целью украсть деньги у меня денег не было. В настоящее время личный задержанного проверяется на причастность к серии аналогичных преступлений. Известно, что ранее он уже имел судимость за противоправные действия такого характера. Полиция Турксибского района по подозрению в совершении мошенничества задержала 47-летнего мужчину. По данным следователя, он под предлогом возможности приобретения недорогого жилья в Алматы получил у граждан денежные средства. Но обещаний так и не выполнил. Путём обмана и заопотреблением доверия завладел особо крупным размером деньги. Следственный криминирует задержанному ряд аналогичных преступлений, в связи с чем проверяет его личность по всем учётам. Между тем, полицейские призывают граждан внимательно вглядеться в этого человека. В случае, если и вы стали жертвой его преступных деяний, необходимо позвонить по телефону 298-54-10 и 298-54-16. В Алматы 25 молодым полицейским вручены первые служебные удостоверения. В целях повышения патриотического духа новобранцев это мероприятие специально проведено в канун празднования Дня независимости республики. Торжественная церемония прошла в музее ДВД Алматы с участием ветеранов правоохранительных органов. Хочу пожелать прежде всего здоровья, берегите себя, как говорят, здоровым телем, здоровый дух. Занимайтесь спортом, совершенствуйтесь, каждый день читайте законы. Никогда не забывайте, что каждый ваш поступок, ещё раз повторяю, она наблюдается прежде всего со стороны граждан, со стороны нашего народа. Они дают нам оценку. Между тем, в ДВД отметили, что молодые полицейские прошли жёсткий отбор. Коммуникабельность, порядочность, выносливость, отличное знание законов, физическая подготовка. Всеми этими качествами обладают молодые офицеры. Наставники поздравили личный состав, выразив уверенность, что новички будут достойно нести службу, продолжать ратные дела и славные традиции своих предшественников, поднимая престиж полицейской службы. Водитель должен везти транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения. Также учитывайте дорожные и погодные условия, видимость в направлении движения, особенности транспортного средства. Регулирование скорости способствует уменьшению дорожно-транспортного травматизма. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе были зарегистрированы 192 преступления и происшествия, 89 из них раскрыты по горячим следам. В том числе один факт причинения тяжкого вреда здоровью человека, повлекшая его смерть, одно изнасилование, 11 грабежей, 119 краж чужого имущества, 15 хулиганств. Зарегистрированы 7 дорожно-транспортных происшествий, 8 человек травмированы.